Тут нам говорят, а счастливит нас некоторыми великими проектами. Я назвал строительство белорусской национальной биотехнологической компании БНБК. Я вчера поставил в ряд с этим атомную электростанцию. Мы запустим первый блок электростанции, мы получим электроэнергии. И не надо страдать, что ее некуда девать будет. Народу отдадим. Найдем мы как снизить стоимость этой электростанции и тарифы на электроэнергию. Я рядом поставил освоение космоса, Национальная академия науки и другие, молодцы. Мы создали новую айтишную отрасль. Мы сегодня замахнулись не просто на цифровизацию, на искусственный интеллект. Нас знают и уважают в мире. Мы это сделали. И много-много других проектов. И говорят, что мы сидели на месте и не занимались новыми новейшими технологиями. Можно сказать, слушай, а я могу больше, но если можешь больше, то покажи деньги. Где ты возьмешь деньги для того, чтобы сделать больше. И если у тебя нет компетенции. Головченко знает, как мы создавали эту ракету. Высочайшая технология. Не все было гладко и сладко. Но мы сделали это. И сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета – это залетает в форточку. Это воскоточное оружие. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать. Но мы имеем все для того, чтобы защитить свою страну. Это ответ тем, кто сегодня думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся. Многие забыли, что сделано. А мы вам покажем накануне выборов. Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня момент тот, когда отстоять ее надо. Надо защитить. Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили. Идет война, там оттяпали часть территории. Где-то далеко там Молдова, которую разделили напополам. Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали с боем, отстаивая независимый суверенитет в свое время, в советские времена, про Горбачок. Забыли, что сегодня полыхает еще кавказ, армяне с азербайджанцами. Воюют, не могут договориться. Забыли о том, что Грузия потеряла почти треть своей территории. Сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана, Душанбе. Для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путь. Расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер, на коленях стояли и рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Но так мы напомним. Но если уж откровенно говорить и оценивая пройденный этап, следует признать, что результаты объективно могли бы быть лучше. Время и возможности для этого были. Да, были объективные причины. Но беда навалилась с этой пандемией. Если бы ее не было, мы спокойно бы жили и работали. Нас начали упрекать. Не тем путем не так лечим народ. Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь. Что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей. Нет, надо камень в огород бросить. А что не так? А что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов. Что мы не объявили комендантский час. Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав. Как зеницу ока мы должны беречь нашей независимости и суверенитет. Их экономическая составляющая, экономическая составляющая, зона ответственности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами. Я вот смотрю на некоторых белорусов, они становятся там где-то кто-то в очередь, кричит, демонстрирует чего-то и так далее. Правда, на некоторых посмотрели в Гродно, так они хорошо устроились. Лукашенко плохой, а живут во дворцах. Какая-то там 80-летняя женщина кричала, орала, прислали мне фотографию, особняк сына и свой особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает? А некоторые думают, знаете, вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтоб в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай Бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Вот я хочу обратить некоторых белорусов на это внимание. Любые решения мы должны принимать здесь, в интересах белорусского народа. И у нас есть все возможности для этого.